Мастер и Маргарита Вы смотрите программу «Час истины». Это программа об истории, привычках, нравах, поступках людей, о добре и зле. Но не бывает истории вообще. Не бывает человека вообще. Мы постоянно сталкиваемся с конкретным, живым. Истина всегда исторична. Она раскрывается в том, как современники той или иной эпохи ее объясняли. Вот о такой истине человеческого сознания и будет свидетельствовать наша программа. «Час истины». Он пробил. Совсем недавно даже само упоминание слова «еврей» вызывало состояние неудобства и дискомфорта. Сатирик Михаил Жванецкий однажды даже пошутил. У нас не все евреи. Теперь же тема истории евреев России не вызывает приступа страха, неуверенности. Так ли поймут? Эта тема становится нейтральной. А стать хорошим специалистом в области изучения еврейской культуры, языка, религии хотят все чаще и чаще не евреи по происхождению. И это тоже никого сегодня не удивляет. Удивить теперь могут только результаты научных изысканий в этой области. За истекшие годы, когда наука освободилась от идеологических догм, удалось многое переосмыслить, многое открыть, понять по-новому. Что же находят ученые в источниках, касающихся истории евреев в России? С этим вопросом мы обратимся к нашим гостям в студии. Кандидату философских наук Бурмистрову Константину Юрьевичу. Здравствуйте, Константин Юрьевич. Бурмистров Константин Юрьевич. Родился в 1969 году. Окончил историко-филологический факультет Еврейского университета в Москве и аспирантуру РГГУ. Главный редактор историко-литературного альманаха «Параллели». Переводчик религиозно-философской и научной литературы. Автор более 40 научных публикаций по истории еврейской мистики, христианской каббалы и масонства, иудейско-христианских отношений в Средние и Новые века. Кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии Российской Академии Наук. И доктору филологических наук профессору Кацису Леониду Фридовичу. Здравствуйте, Леонид Фридович. Здравствуйте. Кацис Леонид Фридович, доктор филологических наук, доцент Центра библиостики и иудаики Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг Владимир Маяковский, поэт в интеллектуальном контексте эпохи. «Русская эсхатология и русская литература. Осип Мандельштам. Мускус иудейство. Статей по истории русской и русско-еврейской литературе XX века, славянской культуре, истории и культуре евреев Восточной Европы». Тема евреев в российской истории уже становится традиционной. По-моему, это очень хорошо. Наконец-то мы освобождаемся от некоторых старых таких идеологических комплексов. И сразу же возникает вопрос, а что за это время нашего, за время нашего, я бы сказал, освобождения, что удалось сделать, что удалось понять, в чем удалось разобраться. Вот возникает такой первый вопрос. Мы привычно считаем, что евреи в России появились в XVIII веке, при Екатерине, когда империя расширилась. Но ведь сегодняшняя наука как бы докапывается, иногда буквально докапывается, археологически, до каких-то совершенно новых, неизвестных ранее фактов. Или до таких сюжетов, которые, ну, как бы, так сказать, раньше не были возможны. И так вот сразу же возникает история, древнейшая история России в каком-то ином качестве, в ином каком-то измерении. В древнейшей истории Руси, если иметь в виду Киевскую Русь, тоже были евреи. И вот давайте поговорим с вами о таком интересном факте, да, как Хазарский каганат. Что такое Хазарский каганат? Вот этот вопрос я хотел бы адресовать Константину Юрьевичу. Да, ну, наверное, сначала я бы хотел немножечко, может быть, не согласиться с тем, что наука освобождается от догм. Мне кажется, процесс не совсем таков, а именно происходит, скорее, борьба новых догм, новых подходов, новых парадигм с уже устоявшимися. И возникают новые догмы, может быть, столь же какие-то тормозящие развития науки. Это процесс, в общем-то, естественный, нормальный, и я думаю, что в этой борьбе, собственно, и в этой динамике заложена какая-то возможность попытаться разобраться в предмете, потому что отказ от любых основ, он невозможен для науки. Всегда существует некий парадигма, на который мы опираемся, вот, мы их избираем для дальнейшей работы. Это инструменты, вот, единственное, что они не должны становиться идолами. В нашей науке, в науке о еврействе, о российском еврестве, в частности, этот процесс в полной мере проявляется в последние 15-20 лет. В западной науке за последние 30 лет произошли очень серьезные подвижки в сторону, ну, так скажем, более свободного отношения ко многим вопросам, касающимся истории еврейства, в том числе европейского еврейства. Вот, так что, что касается, ну, собственно, вот русских реалий, наверное, здесь, ну, важен вопрос, нам важно прояснить вопрос вообще, а что мы понимаем под Русью, потому что в Причерноморье евреи начали селиться в времена римского, римской эпохи, в римскую эпоху, и в Пантикопеи, Кафе, Фонагории, скажем, Ольвии, не Фонагории, Ольвии, скажем, первые евреи, их пребывание там относится к первым векам новой эры. Задолго до появления вот Хазарского каганата, о котором мы будем говорить, то есть колонизация Причерноморье сопровождалась поселением там евреев, которые там торговали, жили, вот, и есть свидетельства о том. Вот, то есть можно еще углубить, отдалить этот... Ну, мне кажется, это очень важно, то, что вы действительно как-то поправили меня и указали на то, что этот процесс происходит. Давайте сейчас посмотрим сюжет о Хазаре и продолжим обсуждать этот вопрос, действительно, очень важный. Что же мешает и сегодня нам так вот избавиться от каких-то штампов, стереотипов, от каких-то вот установок, которые когда-то давлели, а может быть, уже появились и новые. Пожалуйста, сюжет. В начале VIII века древнее государство Хазарский каганат, Хазария, занимало территорию Северного Кавказа при Азовье, большую часть Крыма и степные районы, вплоть до Днепра. Столицей Хазарии был город Семендер на территории нынешнего Дагестана, а позже город Итиль на Нижней Волге. Хазары исповедовали иудаизм, ислам и христианство и вели торговлю с народами Восточной Европы, Средней Азии и Закавказии. Хазарский каганат просуществовал примерно до конца десятого столетия. Вот что вы хотели бы сказать вот в отношении науки сегодня? Я бы хотел сказать, что мы находимся в достаточно такой своеобразной научной ситуации. Я имею в виду в России сейчас. Во-первых, вы сейчас видели в этом сюжете обложку огромного сборника двух конференций по Хазароведению, которые прошли в течение, по-моему, последних лет шести. Это, во-первых, произошло объединение научных сил, зарубежных исследователей и российских исследователей. Кроме того, насколько я понимаю, всех перестала волновать основная проблема, которая мешала нормальному изучению Хазар. Это проблема религиозной принадлежности верхушки казарского каганата. Так как они принадлежали в определенное время к иудаизму, то, естественно, для российской истории, заидеологизированной как до революции, так и в разных этапах уже советской истории, всегда возникал один и тот же вопрос. Евреи или неевреи? Если мы говорим о древнем Киеве, это были Хазары или это были какие-то другие евреи? Жидовские ворота, это были еврейские ворота или это слово значило что-то типа богатырские или что-то в этом духе? Те упоминания, которые имеют место в летописях, в советское время не всегда адекватно переводились. Можно было замечательно увидеть два столбца с разными текстами, где слегка завуалировались или даже пропускались фразы, которые могли свидетельствовать о каких-то еврейских реалиях, терминах еврейских, иудейских. Здесь я очень боюсь что-то сказать. В науке существует как бы на древней Киев две точки зрения. Насчет собственного иудаизма Хазарии тоже. Это чисто верхушечный иудаизм, принятый только, так сказать, окружением Кагана, то есть типа князя-царя. Или это весь народ к этому принадлежал. Ну и конечно очень серьезный политический вопрос. Размер Хазарского Каганата, взаимоотношения с кавказскими народами, степными народами и так далее, которые влияют, к сожалению, на сегодняшнюю политику в период такого, ну, национального возрождения что ли. И вот профессор Шнерельман, известный археолог, вынужден был написать книгу совсем не по своей специальности о хазарской мифологии в современном антисемитизме и в современных национальных движениях. Не всегда обязательно антисемитских. Она вышла, насколько мне известно, только по-английски в Иерусалимском университете. Но тем не менее, раз столь серьезный археолог занят вот этой мифологией, значит мы находимся между, с одной стороны, новыми раскопками и открытием того, что не открывалось в музеях на протяжении десятилетий, объединением с серьезными зарубежными исследователями и, с другой стороны, с исключительно развитой хазарской мифологией, которая должна быть базой вреда евреям на протяжении России, на протяжении всей русской истории. Ну, все-таки возникает такой вопрос. И вопрос этот обращен к вам, Константин Юрьевич. Леонид Царевич указывает на то, что иудаизм распространился только в верхушке вот этого хазарского каганата. А разве наука не обладает сегодня новыми данными о том, что и в Киеве были, причем не хазары, а именно иудеи, даже, возможно, иудейская община. Как тогда согласовать присутствие и хазарской власти, иудейской по вероисповеданию, и, собственно, евреев, ну, откуда они тогда приходят, откуда они идут? Пожалуйста. Ну, да, ну, конечно, до какого-то определенного момента все наши сведения о том, что происходило в Хазарии, это были документы, это были записки на разных языках, на арабском, на сирийском, на армянском, на каком угодно, на латыни. В течение того времени, или написаны в течение двух-трех веков после этих описываемых событий, и мы не имели никаких реальных, что ли, фактов, которые говорили бы нам о том, что там действительно происходило с вероучением, с их вероучением, с принадлежностью хазар к той или иной конфессии. То или иной религии, и лишь вот в последнее время у нас появился, в последний век с небольшим появился комплекс документов, который, часть из них издана под названием «Еврейско-хазарская переписка». Это переписка X века между хазарского каганата Иосифом и хаздаемым Шапрутом, очень крупным еврейским деятелем в Кордове, в Испании. Вот, и ряд еще документов. Плюс к этому добавился огромный комплекс археологических находок, который позволяет нам делать вывод о распространении не только хазарской власти, но и в силу того, что на некоторых из этих находок есть символы, традиционно относящиеся к иудаизму, распространение веры, иудейской веры среди хазарского населения. Вот, здесь сразу несколько важных очень сюжетов возникает, значит, один из них это сюжет, собственно, о выборе веры, очень важный вообще для средневековья сюжет о том, как происходило, собственно, обращение хазарской, сначала хазарской верхушки, затем, возможно, и некой части хазарского населения, иудаизм. Этот сюжет, ну, мы помним, что сходные сюжеты есть и в других, скажем, в той же повести временных лет, о которой, может быть, мы будем говорить. Вот, то есть это некий очень важный такой момент, очень важная тема, и на основе имеющихся сведений о том, как вот Каган Булан принял иудаизм в начале восьмого века. Можем судить вообще о состоянии религиозных, о религиозных контактах, о состоянии, об отношениях между представителями разных религий в то время. Откуда евреи появились в этом удаленном районе, как они туда пришли? Вот, ну, как я понимаю, есть, конечно, разные мифологические версии, я их не буду озвучивать, как я понимаю, все-таки в современной науке предполагается, что из Ирана, в силу известных тогда гонений в сасянистском Иране, евреи бежали на север и достигли Семендера, Дагестана, территории современного, вот, и происходило некое их включение в тогдашнюю жизнь, вот, этого региона. Надо сказать, что вообще Хазарский Ганат был не, там присутствовало не три религии, а четыре. Был, видимо, достаточно мощный языческий элемент, четвертый, и в столице было четыре квартала, как сообщают нам источники. Один из них был языческий, вот, волжские и булгары сейчас эти язычники были. Были и христиане. Вот, и это, что касается вот такой вот проблемы. Видимо, очевидно, что все четыре, представители всех четырех вероисповеданий существовали вместе. Очевидно, что в разных районах этой гигантской империи, а она, наверное, была самой большой тогда, в общем-то, в Европе по площади, были проблемы между ними, и в некоторых местах преобладало христианское население, в некоторых местах и мусульманское. Вот, это очевидно. Что касается Киева, то это, видимо, была пограничная зона Хазарского каганата. Действительно, там есть сведения о том, что там жили евреи. И, в частности, вот, обнаружен интереснейший такой документ, некое письмо, которое называется «Киевским письмом». Оно было найдено в конце 19 века в Каире, в Каирской синагоге, в Генизе, в хранилище еврейских текстов. Вот, и в этом письме, собственно, помимо того, что оно написано на иврите, но с некоторыми, там есть даже надпись, хазарскими рунами. Итак, значит, вот письмо, письмо на иврите, да, то есть это явное, прямое подтверждение тому, что здесь действительно очень сильные были такие межконфессиональные контакты. Скажите, ну, ведь это должно было как-то влиять на умонастроение киевлян, ведь присутствие евреев во всех времена, во все времена и во всех странах всегда ощущается как некий такой, ну, очень специфический компонент, да, и чтобы там не говорили бы, да, и там, чтобы не писали, но всегда евреи ведут себя достаточно особо и, в общем-то, привлекают к себе внимание. Значит, вот, заметьте, что присутствие евреев в киевской земле не вызывает, судя по всему, какого-то глубокого отторжения. Может быть, тогда вообще эта проблема, так сказать, конфликтность религиозная была какая-то другая, да, как по-другому как-то рассматривалась. Может быть, это было время, когда этот выбор веры действительно захватывал довольно широкие социальные миры и разные страны. Выбор веры – это же некая возможность подумать, это не агрессивное состояние. Вот как вы думаете? Я думаю, что это достаточно тонкий вопрос. Прежде всего, в еврейской традиции существует книжка Игуда Бенгалеве Кузари, которая означает, вообще-то говоря, хазарин, и в ней описывается как раз выбор веры хазарин. Так что этот источник используется в качестве религиозного, я не могу сказать вероучительного, но очень… Но он написан несколько позже. Да, то есть я имею в виду, что в еврейской традиции выбор веры как раз хазарами отражен. Никакого отражения в еврейской традиции, насколько мне известно, выбора веры в Киеве нет. На мой взгляд, это достаточно серьезный аргумент для того, чтобы, во-первых, оценить, насколько для евреев, по как будем говорить, в целом, вот и тех самых испанских, с которыми и должны были общаться, хазары, вообще был этот район актуален. Какова, значит, актуален для принципиальных таких, вот я имею в виду вещей, чтобы они оставались в важных документах. Во-вторых, на мой взгляд, есть, тоже есть еще один, опять же, конечно, поздний документ. Естественно, поесть о законе, слово о законе и благодати, которое не может же касаться только той минуты, когда оно написано, митрополита Илариона, который обсуждает именно закон и благодать, то есть христианство и иудаизм. Это довольно развитый документ. Относительно него тоже есть споры. В частности, вот недавно ушедший академик Владимир Николаевич Топоров пытался очень либерально его толковать, в отличие от до этого крайне анти-иудейских толкований. Поэтому мы каждый раз будем и прыгать во времени, и прыгать в пространстве, потому что сказать, что у нас есть хотя бы за каждые 50 лет адекватные источники, очень трудно. Это каждый раз анализ. Вы, кажется, не согласны с этим. Я хотел бы закончить с киевским письмом, потому что киевское письмо, это по своему содержанию документ абсолютно непринципиальный и абсолютно случайный. Никаких глобальных вещей там не содержится. Это, собственно, там рассказывается вполне такая банальная история для того времени о выкупе человека из плена. Тогда это было распространено, это было и дальше распространено. Это была стандартная ситуация. Человек попадал в плен, и собирались деньги для того, чтобы его выкупить. И это было письмо, обращенное к разным общинам. И очевидно, что деньги собирались киевлянами, так скажем, иудейского вероисповедания в самых разных районах, в том числе в Египте, например, где был достаточно такой крупный центр учености. И в Европе. И здесь можно, там из этого письма можно вывести очень много интересных всяких подробностей, в частности, касающихся, связанных с именами подписавших, людей подписавших этот документ. Часть этих имен хазарские, а часть еврейские. Причем еврейские, такие странные, вот типа Песах. То есть это, видимо, имена людей, принявших иудаизм, а не родившихся в нем. Там много всяких интересных вещей, но главное – это датировка. То есть я могу сейчас ошибиться, но, по-моему, это самое-самое начало X века, это 910-е, что-то такое. Что тогда было, что представлял собой Киев? Это был языческий город. Языческий. Нейтральный. Нет, языческий по… там жили язычники. Но язычники обычно нейтральны, да? Язычники, они, вообще говоря, довольно нейтрально относились ко всем. Нет, здесь важно, есть ли сочетание с христианством или нет. Скорее всего, тогда жили там и христиане, и византийцы. Вот, жили, очевидно, там хазары. Были это евреи этнические или это были хазары, то есть евреи, люди, принявшие иудаизм, вопрос темный. Я так понимаю, что есть сторонники и того, и того. Но основное население было языческое. То есть мы, так предположим, достаточно толерантно относящиеся, не видевшие в евреях тех слуг дьявола, каковыми они были в Средневековье. Ну, кроме того, давайте не будем забывать такой довольно интересный факт, на который, в общем, часто и историки не обращают внимания, что пока не пришел Аскольд и Дир в Киев, Киевская земля, ну, так условно назовем эту территорию, Киевская земля, платила дань хазарии. А это означает не что иное, как территорию хазарского каганата. То есть древнейшее до, так сказать, создания государства древнерусского, да, история Киевской земли восходит к хазарскому каганату. Можно ли сказать, что предшественником древнерусского государства в каком-то смысле является, ну, предшественник не буквальный, конечно, а как некая предтеча, что ли, да, является хазарский каганат. Вот государство, я не знаю, это довольно позднее понятие такое современное государство. Власть, власть, управление, традиция управления, традиция властвования, традиция отношений социальных. Вот, знаете, я бы здесь остался в рамках советской исторической науки, которая употребляла выражение древнейшее государство на территории СССР. Мы сейчас можем говорить, по-моему, серия называется древнейшее государство на территории России. Но Владимира называли каганом. Да. Да, ну, с этим ничего не поделаешь, это из источника. Да. А вот почему называли каганом? Значит, это было популярно, к этому относились хорошо. А каган это ведь... Это было естественно, просто для этого населения. Да, да, да. Очевидно, оно... Да. Но всегда ли мы помним, какое происхождение там слов царь, король, император. Мало ли, может, у них тоже есть какие-нибудь корни, которые мы очень легко найдем, а мы их сегодня можем не воспринимать всех этих цезарей, кесарей и тому подобное. Но Владимир не был басилевсом, он был каганом. Нет, я это понимаю. Просто имею в виду, что есть традиция называния. То есть, мне кажется, опять же, из филологических соображений, не стоит слишком агрессивно переносить филологический анализ на историческую реальность. Ну, наверное. Ну, да. Еще я хотел бы добавить по поводу того, что Испания тогдашняя, это был тогда, безусловно, в общем-то, центр еврейской жизни, еврейской учености, максимальное влияние евреев было. Что им было неинтересно Хазария. Мне кажется, что она была им очень интересна. Как интересно? Я про него и сказал, про Кузыри, я сказал, Русь, Киев. Нет, нет, я имею в виду во время существования Хазарского каганада. Потому что, собственно, умные ученые евреи в Испании были крайне озабочены и в том же, в X веке также, поиском пропавших колен, известно. И более того, появлялись люди, которые утверждали, что они... Колен Израилевы. Колен Израилевы. То есть, вот это имеется в виду то, что Бог наказал Израиль тем, что рассеял 10 колен по миру, а 2, или 1 плюс 1, да, колено Иуды и Вениамина, оно осталось как бы, да, нетронутым. Да, вот это имеется в виду. Это сюжет проходной через всю еврейскую историю, в общем-то. И в X веке, в частности, в Испании появлялись проповедники. Ну, вот есть такой, так называемый Эльдат из колена Дана, например, который проповедовал, что он, во-первых, сам из колена Дана. Это колено Антихриста будущего, да? Ну, я не буду в этом говорить. Но он говорил, что он знает, что вот далеко-далеко на Востоке живут эти колена, что у них есть свое государство мощное и так далее. И возможно, что вот эта переписка между Иосифом и Хаздаемом Шапрутом и другие попытки установить связь, которые, видимо, были между испанским евристом и были инициированы вот такими людьми. Это был постоянный интерес, поиск своих... Поиск утраченного, поиск того, что пропало. Да, но не государственный. Меня вот смущает, если это наследование... А разве в Хазарской переписке, в Вересской Хазарской переписке не сказано, что существует царство, что они ищут царство иудеи. Вопрос в том, чтобы не перейти в мифологию Льва Николаевича Гумилева. Я боюсь этого больше всего. Я говорю только о текстах, которые того времени... Да-да, но это каждый раз толкование. Вот, к сожалению, вопрос упирается в то, что сейчас найдется какой-нибудь филолог, который более подробно изучит смысл слова царства в языках этого региона, и опять начнутся сдвиги. Я просто совершенно не отрицаю наличие этих документов. Мне просто кажется, что мы довольно еще долго будем оставаться в ситуации, когда сочетание филологической вот этой литературной реальности, отразившейся в письмах, и реальности политической будет очень даже расходиться. Да, но ведь это хазарский гаганат не был какой-то терроринкогнито. О нем писали масса путешественников, арабских путешественников. Туда путешествовал Кирилл. Конечно. Кто же против? Вот то, что возникает такое взаимодействие межэтническое, меж, так сказать, культурное и так далее, это все касается не только евреев, но и Руси. Давайте посмотрим наш материал и вернемся к разговору. Повесть временных лет сообщает, и речи олег, и сшите парусы поволочит и Руси, о славянном крапинное, и бысть такое, и повесите щит свой во вратах, показуя победу, и поиде от царя града. Славянский язык и русский одно есть, отворяк бог разашися Вот сегодняшние историки выходят на тему, которая очень необычна. Оказывается, что Древняя Русь – это столкновение интересов хазаров, хазарей и руси норманов. То есть, получается, что славяне – самые мирные и самые безобидные в этом смысле люди, которые живут как бы сами по себе, а, собственно, столкновение, конфликтная зона между Русью и Хазарией. И в конечном счете хазарский каганат погибает, и погибает под ударами русского князя Святослава, который… Ну, вот кто он? Норман он, славянин – вопрос, конечно, такой открытый. Что получается? Хазарский каганат погибает. Это нарушает какое-то экологическое равновесие в этом регионе? Это свидетельствует о том, что здесь все, так сказать, теперь другая ситуация. Что это, так сказать, дает… Какие импульсы возникают теперь после вот этой гибели вот огромного государства, очень сильного государства, исповедующего иудаизм? Ну, мне, на самом деле, довольно трудно ответить на этот вопрос четко. Мне только кажется, что это все-таки не проблема, не столько проблема религиозная была, проблема падения, разрушения хазарского каганата, который… Этот процесс, надо сказать, протекал, видимо, довольно долго. И уже в начале 11 века, там, в каких-то, может быть, к 20-му году последний хазарский каган был добит в Крыму, и он был православный человек. Вот. То есть, там… Я не думаю, что это можно представить как борьба с государством, где… Ну, иудейским государством, скажем так. Мне кажется, что иудейство было частным делом верхушки, так же, как, впрочем, христианство на Руси, в начале христианизации Руси. Это было частное дело верхушки. Основная масса как была, так и оставалась, в общем-то, религиозно либо индифферентной, либо спокойной, но, в любом случае, это не была религиозная война. Да, тем более, вот если посмотреть на книжность, на русскую книжность, автор повести временных лет, ведь, как выясняется, он ведь оперировал, скорее всего, не только греческими источниками, но есть весьма серьёзное предположение, что он брал еврейские хроники X века. Иосипон тоже. Иосипон. Конечно, Иосипон. Что такое Иосипон? Если можно хоть вкратце так… Это хронографическая традиция, да? В общем, конечно, вопрос такой, как включать историю сотворения мира в историю каждого из тех государств, которые хочет принадлежать, ну, мы бы сегодня сказали, иудео-христианской цивилизации, скажем так. Вот, то есть, по временных лет, по своей схеме, нормально совершенно содержит в себе начало библейской истории. И, на самом деле, наша история, вот когда мы говорим об истории, то не надо забывать, что это библейские категории. И сотворение мира, и греха, и всего остального. То есть, это вот когда мы… Включение в библейский мир, да? Мир, так сказать, иудейский в какой-то мере. Будем говорить так, библейский, библейский. Вот здесь надо очень быть аккуратным. Да, да. Это надо различать. Надо сказать, вот эта традиция, вот таким образом писать историю, она же, в общем говоря, была распространена по всей Европе, и более того, в 17 веке аж появлялись такие вот хронографы толстые, на немецком языке, в Германии, где начиналось от сотворения мира, и это все, вот, похоже на поиск временных лет чем-то. Вот, в 17 веке. А что из начала времен? Давайте попробуем себе это представить. Конечно, удобнее всего представить от сотворения мира, если мы входим в эту библейскую традицию. И она совершенно не обязана быть иудейской, по той простой причине, что уже буквально в районе седьмой, восьмой там строчки возникнут проблемы с грехом, и проблемы, значит, связанные… С строчкой бытия? Ну, конечно, в самом начале книги бытия. Является ли то, что совершили Адам и Ева грехом, или только нарушением гармонии рай? Является ли тело грешным или не является? Все, религии уже разделены. То есть, если вы уже пишете историю, исходя из христианской, ну, будем говорить, экзегезы, то последует, естественно, переход в христианские категории, а образы и персонажи будут библейскими. Если христиане называют себя новым Израилем, то это вполне естественно. То есть, в данном случае, почему я все время и говорю, что надо максимально осторожно относиться к тому, к смыслу цитаты, когда вы ее обнаруживаете, ее функциональное значение, как в литературном тексте, вот как начать писать историю мира, как войти в хронологию, откуда начинать считать, там, колено, патриархи, цари, там, и все такое. И тогда и возникает, собственно, та проблема, что вот еврейский взгляд на мир, почему евреи вынуждены были и текстуально, и как угодно обособляться, помимо другой мессианской традиции, естественно, не признающей наличие второго пришествия, а ждущей первого, есть еще и проблема отделения своего источника от огромного давления извне, когда тот же источник используется соседями, скажем так, далеко не всегда толерантно. Но эти евреи не агрессивны, они ведь не нападают, они обычно защищаются, поэтому их задача какова? Как бы защитить от возможных себя нападок, да, от чего они защищаются, вот как это происходит? Нет, ну здесь, как бы вопрос зависит от того, говорим мы о реальных евреях или мы говорим о иудеях, или мы говорим о тех иудеях, с которыми сражается полемическая литература и на Руси, и в Европе в эти века. Это разные вещи, очевидно, потому что реальные евреи, наверное, ну, наверное, они в 12 веке были на Руси, в 13-м, 14-м, наверное, их уже не было совсем там, в 12-м, наверное, они были частью в состоянии крестившимся, при этом их прошлое продолжало за ними волочиться, частью нет, в частности, вот, ну, сейчас такой упоминающийся погром в Киеве в начале 12 века, наверное, если он действительно есть некая историческая реальность, наверное, это как раз свидетельствует того, что там жили евреи как таковы, вот, то есть иудеи, возможно, какие-то остатки еще вот этого хозяйства. А уговоры в Киевском Патерике евреев по ночам не молиться своим богам. Ну, или да, или Феодосий, который ходил к местам евреев. Да, да, вот он и ходил по ночам. Более того, есть всякие свидетельства о том, как ни странно, найденные на Западе, в Европе, о том, что люди из России, евреи из России учились в Ешивах, во Франции, в Испании, в Германии. Есть свидетельства, причем у уважаемых раввинов. Собственно, и тогда вот этот термин «русия», ивритский термин «русия» там используется. А вот что произошло в средние века, скажем, если мы переходим от древнерусского периода в средние века? Ясно совершенно, что в киевский период не было никакого антисемитизма, хотя погром зафиксирован, но думаю, что речь идет не о рождении антисемитизма, а о каких-то других вещах, потому что тогда проблема национального национальности, может быть, не была так актуальна. И в средние века мы видим, во-первых, уже в российском контексте отсутствие евреев практическое. Вот сейчас я хотел бы об этом как раз вас спросить. Их нет как бы в массовом порядке. И тем не менее, в культуре эта тема продолжается. Но как она продолжается? Как она воспринимается? Уже по-другому. Уже как-то, видимо, с иным каким-то акцентом. Что такое, например, так называемая ересь жидовствующих? Ну, ее называют иногда московско-новгородская ересь. Это, конечно, термин, который мы берем всегда в кавычки. Это просто из источника. Это одна из самых сложных проблем. Как раз современной вот такой иудовики медиевистики, и русистики медиевистики, которые учитывают еврейские источники. Значит, речь идет о том, действительно ли были в Новгороде во времена Иосифа Волцкого люди, которые... Это 15-й век или 16-й? Он жил на рубеже 15-й. Я имею в виду во времена. Вот я и схожу. Потому что все равно это будут жития, все равно это будут какие-то хроники. И очень боюсь здесь что-либо говорить. Вопрос такой. Действительно ли была ересь жидовствующих? То есть, некая иудейская ересь, ну, с христианской точки зрения, когда христиан кто-то должен был обращать в иудаизм. Это первое. Были ли это реальные иудеи, которые это делали? Либо это были очень апокалипсически сильно настроенные христиане, которые, а действительно, годы там были апокалипсические, подходили к некоторым из апокалипсических схем. А годы апокалиптические – это что значит? Это ожидание чего? Ожидание конца света, второго происшествия. В зависимости от того, как считать, когда настают апокалипсические времена. Последние, да? Да, последние. Там есть разные схемы подсчета. Вот по одной из них. Сейчас не хочу в это вдаваться, потому что это очень зависит от способа счета. Вот одна из них. Действительно, важно же, откуда считать. Евреи от сотворения мира, христианские считают от сотворения мира, ну, и так далее. Вот эти вот сложные подсчеты. Я не хочу сейчас действительно их касаться, но в тот момент возникает, естественно, если это апокалипсический процесс, а мы точно знаем и из апокалипса, и от апостола Павла, что иудаизм спасителен, то, естественно, в эти минуты, в эти годы всегда возникает интерес к иудаизму. А что там такое? Естественно, кто-то начинает в последние времена, будучи сильно возбужденным, считать, что истина вот как раз там, который ближе к пророкам, царям и так далее, этот вариант. Третий вариант – это следы некоторых еврейских источников, которые попадают в... Они обнаруживаются сейчас? Они обнаруживаются, но обнаруживаются то в несохранившихся источниках, то в цитатах, то в материалах к словарям древнерусских языков там разных, которые тексты не сохранились, а вот выписки там сохранились, и идут вот такие работы. То ли, наконец, остается то, что Казатин Юрьевичу ближе, чем мне. Это реальное влияние некоторых каббалистов, имевших место тогда на Руси. Что это за влияние такое у каббалистов? И почему вдруг они стали влиять на Русь, именно во времена Иосифа Володского, который бы этому противился? Нет, ну, существует две школы. Школа в основном представлена нашими российскими исследователями, которая считает, что поскольку обвинение в жидовстве было традиционно, вообще говоря, для Византии, там, не знаю, и это перешло на Русь, там, еще, там, вот, скажем, епитомы всех ересей Иоанна Дамаскина, там, говорит, что все ереси, которые возникли после Христа, имеют прототип иудаизмы. Этот текст был хорошо известен в 15 веке, и это достаточно очевидная вещь. Кроме того, был ряд ересей, ну, скажем, вот, болгарские, жидовствующие 14 века, или те же новгородские стрегольники, которые тоже, которых подозревали в этом вот грехе. А в чем? В каком грехе? В грехе, прежде всего, отношение к церкви, как бы мы сказали, протестантское, но это было несколько раньше. А их слова дошли до нас, вот, их слова дошли, мы можем об их словах судить, или это уже обличение их? Так или иначе, естественно, здесь вот очень большой вопрос, как относиться к этим текстам. Даже о самих жидовствующих. Что мы имеем? Мы имеем, там, не знаю, письма Геннадия Новгородского, мы имеем просветителя Иосифа Володского, мы имеем, там, соборный приговор 1490 года, когда их судили, потом 1504, когда всех сожгли, еретиков практически, кто не бежал, мы имеем только обличительные тексты. Как к ним относиться? Причем они еще построены по неким таким схемам, принятым в такой обличительной литературе, и куски из них могут быть найдены в других текстах. Возникает вопрос о исторической достоверности. И на этом строят свою, как бы, всю аргументацию противники реального еврейского какого-то участия в этой истории. Они говорят, что здесь только... Это, в общем, некий шаблонный схем, это внутри борьба, в общем-то, связанная непосредственно с верхушкой тогдашней, потому что в Ересе участвовали, ну, там, невестка царя Иоанна Третьего, Диак Федор Курицын, крупнейший политический тогдашний деятель, настоятели двух кремлевских соборов. То есть, получается, что родствующими оказались чуть ли не... Верхушка. Да, не главные лица государства. Да, это самый главный вопрос. Это государственный процесс, выяснение отношений между какими-то группировками и каноническое их осуждение в форме привычной к осуждению ереси. Или это она реально была? Вот самый главный вопрос. И, кстати, интересно, что, вот я не помню уже точно, не то Геннадий, не то Иосиф, по-моему, Геннадий пишет в письме, что ему сказал некий новокрещенный еврей, Даниил, по-моему, сказал, что он в Киеве общался с евреями, реальными, живыми. Ну, это самый конец 15 века. И они над ним смеялись и говорили, да у нас в Москве уже все схвачено, уже наши там. Вот. Зачем ты туда едешь? Вот. Примерно так. Ну, это можно верить, можно не верить, но тем не менее. Это как бы вот одна сторона, то есть некий такой вот государственный такой вот разборка такая. Вот. Другая сторона, которую в основном израильские ученые изучают, исследуют, интересуются ей, это связь, во-первых, это реальные какие-то еврейские сюжеты в этих обвинениях, содержащиеся, скажем, обвинения в конкретных вещах, то есть соблюдение субботы и принципиальное несоблюдение воскресения. Обрезание. И отказ от обрезания, скажем, ну, вот евреи, которые якобы прибыли в Новгород, вот, в том числе еврей с Хария некий, он уговаривал не обрезаться. Тема нашей беседы «Евреи в российской истории». Итак, с Хария, или с Хария, кто это? Что это за приезд такого странного человека, которого, по-моему, иногда называли даже князь, ну, тараканский, что это такое за князь, да еще и тараканский. Ну, это в некоторых таких поздних, правда, источниках. Кто он такой, этот человек, если он действительно приехал? Честно говоря, я не знаю. Для меня это персонаж литературы. Я когда-то считал, и посчитал, что было четыре с Харии тогда. Даже четыре? Вот этот князь Таманский с Хария, очевидно, византиец или генуэзец, непонятно. Очевидно, он вообще здесь случайно оказался в этой кампании, хотя его, и все четыре эти персонажи, их путают. Так это, может быть, какой-то агосфер просто, имя как-то, какой-то, ну, просто символ, что вот еврей прибыл на Русь, и его называют там, скажем так. Интересно, что если у христиан в то время имя Захария было относительно распространено, то, как вот посчитал современный израильский исследователь Маши Таубе, это имя было крайне редко в еврейской среде тогдашней. И вообще говоря, с Харией много тогда быть не могло. Почему? Ну, просто чисто частотно. Редко употребляемое слово. Ну, как у нас вот сейчас. Ну, и есть предпочтение, да? Хотя Захарий же пророк. Нет, но в то время вот очень мало известно людей с этим именем вообще в целом. Значит, что, собственно, известно? Известно вот из писем Геннадия, что некий еврейский еврей приехал вместе с киевским князем Михаилом в Новгород в 70-м году, 1470-м году. Новгород еще не принадлежал московскому государству. Вот. И с ним приехал некий еврей. Вот. Он не называется. Иосиф Волонский уже в 16-м веке называет его Захарий. Это имя произносит. А он откуда знает. У него был какой-то отдельный источник информации. Вот так и будет в этой науке. Здесь был источник информации. Так и будет. Значит, про какие-то посторонние сюжеты. Катерические лица эти. Нет, я просто не схожу из того, что, мне кажется, сведений ни для одной версии в итоге не хватит. Нет, про посторонние сюжеты, связанные с другими Захариями, с Хариями, я не буду говорить. А вот я лишь озвучу одну версию, которая, мне кажется, чрезвычайно интересной. Собственно, еще в начале 20-го века такой еврейский историк Бруцкус предположил, что этот Захария пресловутый это был человек, действительно известный исторически, некий Захария Бена-Арона Коэн, который жил в Киеве в то время, во второй половине 15-го века, и был не то учеником, не то коллегой, не то переписчиком, вот уже, по-моему, напоминавшегося, наверное, крупнейшего вообще и самого раннего еврейского ученого, жившего на Руси, Моши Киевского. Нет, это я его подразумевал, не желая вторгаться в вашу область, мы еще его не называли. Был некий человек Моши Киевский, который жил... А он зафиксирован? Он зафиксирован. Полный, здесь же в порядке. Есть его биография. Его называли Моисейкой, да? Моисей Киевский, он был Моисей-изгнанник, Моши Аголая. Он был раввин. Он был очень авторитетный человек, он родился где-то под Ковно, учился в Константинополе, получил блестящее образование, там это известно. Очень молодой он вернулся, и в результате он попал в плен. Попал в плен, очень длинная история его, как он выкупался из этого плена, я его не буду, опять же, озвучивать, но в какой-то момент он был в Киеве, действительно, у него была школа, он учил там. Потом он оказался в Крыму, и в Крыму он стал, по сути дела, духовным лидером тогдашнего Крыма, причем он объединил сразу две общины, Рабаницкую и Караимскую, традиционно враждовавшие. То есть, талмудическую, антиталмудическую, что важно. Но вы сомневаетесь в Харе, но не сомневаетесь в Моисеевске. В Моисеевске, в Моисеевске сомневаться абсолютно невозможно. А почему просто не мог приехать, прошу прощения, почему не мог приехать какой-то образованный еврей-посланец от киевских евреев, приехать в Новгород, что в этом такого удивительного, что вызывает ваш почти протест? Ничего, у меня ничего не вызывает протеста, я только говорю о том, что нам очень трудно разделить интересы тогдашней церковной верхушки, именно в связи с тем, что слишком высокого уровня люди оказались задействованы во всей этой истории. Это проблема, давайте не будем забывать, еще и кодификации русской Библии. Когда у Геннадия была проблема собрать все библейские книги. Между прочим, собирали по всей Руси, я так и не знаю, в каком конец собрали, в разгар этой истории или уже ближе к концу. Та вот Геннадийская Библия многотомная, которую сейчас стали фоксимельно переиздавать, это огромный памятник. Мы даже степень образованности пока не можем оценить, нужен ли им был каббалист такого высоченного уровня. Как Моисей. Конечно, но кроме того, мы сейчас так спокойно говорим. Про Византии, учился там в Византии и так далее. Да, вот какие-то дела такие. Там была византийская каббалистическая школа. Скорее надо поговорить вот о чем. Александрийская? Нет, византийская. В том-то и дело, проблема византийской каббалы заключается для меня сейчас, вот в моем отношении к вопросу, еще раз говорю, я пока очень боюсь, что ли, здесь сказать. Ровно в одном. Почему нас так интересует? Как Моши Киевский общался с новгородцами, совершенно не интересует. Как реальная каббалистическая немаленькая школа Византии общалась с византийцами, которые имели контакты с Русью по своим религиозным линиям. Дайте, пожалуйста, справку. Каббалистическая традиция – это все-таки традиция устной торы, да? Это традиция толкования. Каббалистское мистическое учение, прежде всего. Мистическое учение, да? Конечно, устной торы, но ее тоже записывали. Да, значит, ее записывали, значит, это очень мощное такое, идейное такое движение школы. Но школы в Киеве есть вокруг одного человека. А византийская каббала – это вполне серьезное понятие. Так почему за все годы ее существования мы не изучаем влияние ее на христианское окружение в той же Византии, приход этого в Россию, а ищем одного человека в Киеве, пусть очень сильного, пусть очень красивого, очень умного, но который должен был перевернуть историю. Моя позиция только в этом, и ни словом больше. Я в данном случае не претендую на такие. Я попытаюсь связать вот то, что я сказал, с жидовствующим. Потому что то, что человек жил в Киеве, это нам… Это примерно так же, как… Ведь не только этот Схария упоминается, упоминается еще несколько евреев, которые из Литвы пришли. Это сюжет вообще… Ну, так повод тоже там где-то. Я пытаюсь сказать только о том, что можно более-менее пощупать руками конкретно. Так вот, значит, жил этот Маши Киевский. Он был каббалист, безусловно. Это явствует из того, что сохранились его рукописи. Часть из них сохранилась в коллекции Ферковича в Санкт-Петербурге, а часть в Вене, в имперской библиотеке, нынешней государственной библиотеке, в Вене. Значит, и эти рукописи, они, в общем, толком не изучены. Но частично, вот, некую работу такого рода проделал вот тоже израильский исследователь Михаил Шнейдер. Вот. И он установил такую интересную вещь, что некий кодекс, который хранится в Вене, и который был переписан этим самым Захарием Беннароном Акоином от руки, это его произведение. Содержат именно те книги, которые вменены в вину жидовствующим. «Шестокрыл», «Логика Моисея», «Логика Маймонида», «Физиогономический какой-то трактат». Более, это как бы первые, что книги-то те же. Кроме того, причем не только те же, а те редакции их. Они существовали в разных редакциях. Это именно те редакции, которые известны здесь, на Руси были. Это те версии этих текстов. Другой, значит, следующий, заключается, на мой взгляд, еще более серьезный. Это то, что в дневнике сохранился дневник самого Маши Киевского. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok